Итак, дорогие детишечки, продолжаем разговор, а также их родители. Я надеюсь, что вы смотрите это вместе, потому что если ваша мама и папа не умеют говорить на английском, просто садитесь рядом вместе и, пожалуйста, бесплатно учите вместе. Это здоровски вам поможет. Друг другу будете потом помогать. Смотрите, до того, как мы перейдем, my letters, мои буквы, до того вам надо освоить не печатание, как я уже говорила, вот это, когда вам надо отдельно выпишите, а плавное написание вот этого курсивчика. Как это сделать? Ну вот в качестве примера я скачала с английского сайта, и вам подвешу сюда под видео, вы распечатаете, будете вместе со мной писать. Как писать курсивом? Не думайте, что все печатают. Нет, за границей тоже дети учат, как это писать. Они не печатают. Хоть сейчас все на компьютерах, все с телефонами, нет, все равно надо писать от руки. И, во-первых, это красиво, во-вторых, это здоровски развивает еще и ваши способности, ваш мозг это развивает, когда вы рано научитесь писать красиво от руки. Смотрите, с чего мы начнем. Мы начнем, наверное, по алфавиту, с буковки A. Попробуем сделать это быстро, вы, если что, потом возвращаетесь. И вот ваша буковка A. Да, вот если печатать вот так, можно ее вот так писать. А здесь предлагают писать ее как маленькую, только большой. Cursive A. Прописная, прописная или прописная A. Trace cursive letters, then write your own. Проследи, то есть проведи линию курсивной буковки, потом курсивную буковку, потом напиши свою собственную. И нарисован, догадайтесь, что? Apples, яблочки. Red apple. This is red apple. This is a green apple. Да? Чтобы вы уже понимали, к какой букве привязывается, к какому слову можно привязать эту букву. Поехали. Делаем это вместе. Если вы уже умеете писать, можете пропустить. Я же говорю, у меня будет немножечко корявенькое, на весу приходится писать на планшете. Ничего сложного. Можете вот так попробовать, как русскую A. Можете вот так. Если вы уже продвинутый, так сказать, пользователь, можете попробовать писать даже уже целым словом. Да? Если вы только-только начинаете, и я слишком быстро пишу, просто ставьте на паузу. И каждый раз проговаривайте. Эй. Эй. Вам надо запомнить, как она называется. У каждой буквы есть своё имя. Да? В латинском алфавите это А. В русском, кстати, тоже, да? В греческом это буковка Альфа называется. В немецком это тоже просто А. А вот в английском она называется Эй. Можно? Давайте так её на русском напишем, что она называется Эй. Так. Маленькая Эй. И прямо вместе со связкой показываем, да, что вот отсюда будет связка идти. Ну, это то же самое, что и в русском. Вы это всё уже умеете. Да? Вот так вот у вас будет. Давайте ещё вспомним слова на Эй помимо Апл. Угу. Значит, у вас есть Эйпл. С большой буквы. Может быть, это будет имя Эн. Или, например, имя Эми. Девочка Эми, да? Что ещё? Давайте вспоминать какое-то слово на Эй, которое вы наверняка уже знаете. Да? Ой, чуть-чуть издлинулась. Эй. Прописываем вместе. Что-то должно вас, как бы сказать, помогать вам. Пусть этим что-то, этим кто-то буду я. Вы вместе пишете, не пропускаете. И тогда вам веселее, да? Например, слово Эйнд. И. Например, Green Apple and Red Apple. Зелёное яблоко и красное яблоко. Очень важное слово, согласитесь? Например, Аня и Эми. Как вы скажете? Это будет уже у вас. Эн. Эн. Это меткая Эн. Эн. Эмми. О, видите, вы уже можете предложение целое писать. Камон. Дальше. Try the sentence written in script. Пропиши, проследи. Предложение, написанное прописями. In script – это от руки прописью. Handwriting – когда вы используете свой почерк. Это как бы руку, да? Получается, что же здесь написано сначала узнаем. Здесь написано. Amanda asks Ellen about apples. Аманда – имя. Эллен – имя мальчика. Аманда спрашивает Алана про или о яблоках. Куда делал яблоки? Кто сожрел мое яблоко? Аманда. Если вам сложно соединять, эту часть можете потом вернуться к ней пропустить. Asks. Потому что другие буквы, может быть, вы еще не умеете. Эллен. Или просто вот trace. Трейс. Как бы следите за мной. About – сюда связка пошла. Apples. Например. Alan, where are my apples? Алан, что за дела? Где мои яблоки? Да, вот она может его спрашивать. Значит, вот сюда новое слово для вас. To ask – спрашивать. Asks с окончанием, потому что Аманда, она спрашивает. Спрашивает Алана про about apples. Яблоки. Apple вы уже знаете. Вот она, наша Apple. Good. Пойдем еще дальше. Пойдем на буковку B прописывать. Это как наше V, вам тоже будет легко. Cursive B. Что тут нарисовано под эту буковку? Какие-то паучки, жучки. Наверное, имеется в виду слово какое? Book. A book – книжка. Почему маленькая буковка Э будет перед названием предметов, перед существительными? Это так называемый артикль. Маленькое слово всегда должно быть какое-то перед существительным, чтобы обозначить, это тебе известная книга или неизвестная. Ты первый раз о ней говоришь. А book – это словно какая-то книга. А есть еще один артикль. The – попозже мы о нем узнаем. Когда мы говорим о конкретной. Эта книга. Если бы на русский это можно было перевести, но мы зачастую артикль не переводим, то Э будет какой-то, а В – этот, тот самый, который мы уже знаем. Это дополнительная информация. Итак, Try the cursive letters, then write your own. Проследи, пропиши. Прописные буковки, потом напиши свою собственную. Ну, Б проблем не будет. Буковка Б. Да, если ее вот так вот обозначить, то это Би называется она. Поехали. Значит, они пишут вот так. Ну, ничем особо не отличается от нашей В. Давайте подумаем, какие еще у нас есть на Би слова, которые вы уже знаете. Бык. Все знают книгу, наверное, уже, да? О, Бэтмен. Знаете Бэтмена? Бэт – это летучая мышь. А Бэт – летучая мышь. Вообще, напишется с маленькой. Вот сюда бы ее надо написать, если правильно, да? Но Бэтмен – это же имя, тогда Э не будет. Он же не какой-то Бэтмен, он один-единственный Бэтмен. А Мэн – это человек. Бэтмен – человек, летучая мышь. Вот так вот его имя, откуда взялась кличка. Еще одну строчечку Би больших. Пишите, как обычное В. Не ошибетесь. Би, 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 Би. Я быстро начала писать, да? Вы пишите в своем темпе, но старайтесь, пожалуйста, потому что для вас это важно именно сейчас красиво научиться писать. И маленькая Би. Маленькая Би, как наша В. Би, 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 Би. О, кстати, про Би. Э, Би – это пчелка. Би. Вот эти двуковые милиции пишутся длинно. Я вам уже немножко транскрипцию даю, чтобы вы понимали. Двоеточие в транскрипции означает долготу звука. Помните эти корлючки загадочные? В прошлый раз я вам рассказывала. International Fanatic Alphabet. Вот в международном фонетическом алфавите две точечки означают двоеточие. Длинный звук в английском две и подряд читается как одна длинная. Би – пчелка. Би-лайн вы знаете, да? Там игра слов получается в названии этой компании. Но зато теперь вы знаете, почему они полосатые. Не на правах рекламы просто вспомнилось, потому что вы все это слышали. Итак, Би – пчелка. А Бат – летучая мышь. Еще вспоминаем, что мы на Б знаем. Би. Би. Самое главное – прописывать. Это делать, писать вместе со мной, чтобы вам было не так скучно самим. Би. Браун фокс. Помните коричневую лисичку? Так вот, вот слово Браун. Коричневый, да? Вот здесь вот тоже начинается на Би. Мистер Браун. Очень популярная фамилия в Америке. Трей за сентенс рейтеннэн скрипт. Проследи предложение, пропиши предложение, написанное скриптом, то есть от руки. Давайте узнаем, что здесь случилось. Барт – бурроз. Букс он бакс фром Глэйр. Барт – это имя. Что он делает? Барт. Барроу – одалживать. А окончание с, помните, да, когда он, она или оно что-то делает, надо добавлять буковку с, как у нас делает. У них это с, да, окончание. Бурроз. Смотрите, как ар. Вот так можно писать. Я иногда вот так пишу. Полупечатную, да, прописью напишется вот так. Почти как наша чем. Барт. Бурроз. Букс одалживает. Книги. А еще буковка С в конце существительных означает множественное число. Если А бук – одна книга, то букс – книги. Если А бэт – одна летучая мышь, то бэтс – летучие мыши. Была А би. А би – пчелка. А когда их много, больше, чем одна будет уже биз. Да? Вы скажете, а вы забыли буковку Ай? Артикль А. Ничего мы не забыли. Не может быть артикля Э перед множественным числом. Помните, почему? А потому что Э, артикль А, означает один какой-то. Представьте, одна какая-то пчелка, одна какая-то пчелки. Ну, это же бред, да? Не может быть одна какая-то пчелки. Просто пчелки. Окей? Поэтому во множественном числе артикля Э обозначения один какой-то предмет не будет. Так. Барт Борроуз Булкс он на какую тему? Он багс. Книги по жучкам. Наверное, ему нравятся жучки. Багс. Значит, еще одно слово. А баг. А много жучков? Багс. Да, вот оно, множественное число. Книги по жучкам. То есть там описываются жучки. Любит он, наверное, зоологию. От кого? От кого? Тоже имя. Скорее всего, французское, судя по всему. From Blair. Итак. Барт. Борроу. Бук. Баг. Блея. Бет. Би. Браун. Вот только словно букву Би мы с вами только что написали. Давайте еще одну и будем по три буковки учить. А, Б, Си. Си тоже легкая. Почему? Антон, как наша буква С пишется. Yeah? Trace the cursive letters and write your own. Так. Здесь у него какая-то каша. Сейчас мы узнаем, почему там буква С участвует. Сначала пишем ее большую. Си. 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 Буквка Си. Но она такая загадочная. Почему? А она еще может читаться как Ка. Буква Си читается либо как Си, либо как К. Вот видите, транскрипцию напишу. Вот, например, в слове Кат она Ка. А в слове Сити, город, она Си. Эту загадку мы с вами разрешим очень легко. Надо смотреть на буковку, которая идет после Си. Если после нее Эй, У или Ю, тогда вы слышите Ка. Ка. А если после нее Ай, И или Уай, тогда она читается как в алфавите, как Си. Понятно? Вот и вся, так сказать, загадка. Далее вспоминаем, что мы еще знаем на Си. Си большая, да? Си. 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 Значит, Ката мы вспомнили. Сити, город вспомнили. Что у нас еще может быть на такое, что вы знаете на Ка? Маленькую Си пока напишем. Маленькую. Си. 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 Айс-крим вы знаете, да? Первая часть Айс, мороженое. Вторая часть Крим. Сиим. Крем. Читаем тоже как Ка, потому что и согласное. Давай им сюда плюс согласное. Если после нее согласное или А, О, Ю, всегда будет Ка. Почти всегда. Есть, конечно, всегда исключения. Бывает. Айс-крим. Вот тут она как Си, да? Потому что буковка какая? Вот. Ай и Уай. Читаем как Си. А здесь как К. Айс-крим. Вот хороший пример, где она как и С, и как К. Дальше идем. Си. У меня корявенький. Ну, ничего страшного. У вас красивее будет. Try the sentence written in script. Это вы уже знаете, да? Что значит? Скрипт. Вот в слове скрипт. Прописано что-то от руки. Скрипт. Да? Она тоже как Ка. Crystal cooks creamy corn chowder. Crystal — это имя. Crystal. Девочка Crystal. Кикс готовит. Опять мы видим окончание С. Помните, да? Потому что глаголом. Как это готовить? Это что делать? Это глагол. Мы добавляем С, когда готовит он, она или оно что-то делает. Третье лицо. He, she или it. Называется третье лицо. Тот, кого с нами нет. Он, она, оно. Тогда будет окончание С у глагола. В настоящем времени. Да? Она готовит. Creamy. Creamy — это такой вот как крем, кремообразный. Creamy corn. Это зерно. Каша зерновая из зерна, да? Похлёбка. Chowder. Вот. Окей. Cream. Крем или сливки. Creamy. Кремовая такая кремообразная. Corn — это зерно. Окей. Crystal — имя. Всё. Вот мы с вами букву С справились. Молодцы. Отсюда вы узнали city, слова, которые желательно уже запомнить. City. Cat — кошка. Ice — лёд. Cream. Крем или сливки. Script — письмо, то, что написано от руки. И даже he, she, it. Да? Потом вы узнаете, что вот это вместе, s и h, всегда будет давать ш. Звук. She и она, поэтому. Окей. Следующие три буквы в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok